Добрый день, Константинова Татьяна Викторовна. И сегодня мы поговорим о том, что нужно сделать для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ по географии. Есть много советов о том, как успешно сдать ЕГЭ по географии, но вот опыт последних лет показывает, что есть основные моменты, на которых хотелось бы сегодня обратить внимание. Первое – это нужно внимательно читать задания, то, что называется осмысленное чтение. Второе – то, что помогает сдавать географию, это прежде всего географический круглозор, который формируется как на уроке географии, так и в течение нашей жизни. Следующее – это знания географической карты, то, что географы называют географической номенклатурой. И некие такие геохитрости, которые помогают ряд сложных заданий выполнить достаточно легко. И, конечно, важную роль играет то, как вы настроены на сдачу экзамена, психологический настрой, некий элемент везения. Должна сказать, что сегодняшняя рекомендация – это уже как бы третий год. Наше министерство Калужское записывает ролики с рекомендациями по сдаче ЕГЭ уже третий год. И это очень успешная практика. Предыдущие ролики можно найти в сети, посмотреть и по ним сложить общую картину сдачи ЕГЭ по географии. На основе демонстрационного варианта ЕГЭ некоторых заданий мы посмотрим, что же нужно сделать для того, чтобы в оставшееся время подготовиться к сдаче ЕГЭ и ЕГЭ успешно сдать по географии. Должна сказать, что в этом году экзамен по географии отличается от экзамена по географии прошлого года, потому что изменилось количество заданий, их стало меньше. Было убрано два задания на построение и анализы профиля местности, этих заданий не стало. И на сайте ФИПИ все эти изменения приведены, профиля не стало. Стало ли от этого проще? Ну, отчасти стало действительно проще, хотя все остальные задания ЕГЭ, они требуют и знания географии, и специальной проработки и подготовки к этим заданиям. Но в силу того, что профиль убрали, задания на знания топографической карты, эти задания остались. Это осталось задание по выбору в 11-м задании. И вот здесь на слайде вы видите, как один из вариантов, здесь нужно с помощью карты, участка топографической карты, сравнить абсолютно высоту точек, обозначить на карте цифрами и расположить точку в порядке увеличения абсолютных высот. Для того, чтобы правильно ответить на это задание, нужно вообще понимать, что на карте изображено. На карте изображен рельеф, изображен при помощи горизонталей. И важным для нас здесь является подсказка, высота сечения рельефа, а именно горизонтали приведены через 5 метров. И далее уже, глядя на точки, глядя на ближайшие горизонтали, и смотря на то, как меняется рельеф, это спуск рельефа или это поднятие, мы уже можем для каждой точки определить абсолютную высоту и выстроить эти точки, как требует задание. Задание от нас требует эти расположительные точки в порядке увеличения их абсолютных высот. Это одно, один из вариантов заданий, задание номер 11. Традиционно задание номер 11 – это сравнение точек, сравнение точек внука в данном варианте, среднегодовое количество атмосферных осадков, и тоже нужно расположить точки в порядке увеличения количества осадков. Задание само по себе несложено, оно просто проверяет умение работать и за линиями, и за гипсами, и за гиетами. Ну, в данном случае, если я правильно считываю информацию с картой, я карту понимаю, и задание это успешно решаю. Так что топографическая карта осталась только в одном из вариантов заданий 11. Задание 11. Вот так оно выглядит. Вот так оно выглядит. Должна сказать, что это все изменения, так же, как и в прошлом году, так же, как и в прошлом году, к варианту ЕГЭ будут прилагаться карты, и знание географической карты – это один из основных проверяемых элементов. Это карта Российской Федерации, причем обратить внимание, с новыми субъектами, карта с новыми субъектами, которая помогает в выполнении ряда заданий. Эта карта политическая, и по этой карте, и как и по предыдущей карте, определяются географические координаты, что требуется в одном из заданий, проверяется умение определять географические координаты. И, говоря про успешность задачи ЕГЭ, знание географической карты прежде всего определяет вообще успешное знание географии как таковой. И вот в данном случае самое первое задание в ЕГЭ, оно может быть разных вариантов, это либо определить географические координаты города и определить на территории какого субъекта Российской Федерации сей город находится, либо определить географические координаты города и определить на территории какого государства находится. И в зависимости от того, какое задание вы получите, здесь, соответственно, обращаемся либо к карте административной России, либо к политической карте мира. Вообще знание географии – это прежде всего знание географической карты. И знание географической карты закрепляется при изучении географической номенклатуры. Есть масса ресурсов про изучение географической номенклатуры. Вот один из доступных ресурсов, очень популярных ресурсов – это ресурс МОТОВСКИХ, сайт МОТОВСКИХ, где можно закрепить знание номенклатуры. Но в данном случае здесь на слайде показана номенклатура по субъектам Российской Федерации. Знание номенклатуры успешно издает в следующем виде. Вы либо выполняете задание, как знание, например, задание номер 4, либо у вас сокращается время на выполнение того или иного задания, потому что у вас есть образ мира, образ карты. Вы примерно представляете, что на карте находится, поэтому времени на выполнение этих заданий тратите гораздо меньше, гораздо меньше, и у вас остается время на более сложные задания. Ну вот, например, в демонстрационном варианте как раз одно из заданий на знание географической номенклатуры проведена мировая карта, цифрами показаны полуострова, и нужно соотнести эти полуострова на карте и записать соответствующее значение в ответ. Причем, как мы здесь можем видеть, это номенклатура и по Австралии, полуостров Кейп-Йорк, и по Северной Америке, Калифорния, и по Евразии, это знание номенклатуры Евразии и Российской Федерации. Или же это задание на знание номенклатуры, оно может быть без карты, оно может быть на соотнесении географических объектов. И вот как вариант расположить перечисленные реки с запада на восток в том порядке, в котором они представлены на карте Евразии, начиная с самой западной, Енисея, Лена и Дунай. Вот здесь уже четко проверяется знание карты, представление о взаимном расположении географических объектов. В любом случае, вот эти два задания на проверку на знание географической номенклатуры как таковой. Если по какой-то причине вы готовите самостоятельно, и в школе учитель вас не готовил к географической номенклатуре, знание географической номенклатуры, обязательно найдите в интернете номенклатуру по географии к ЕГЭ, и обязательно эти объекты выучите на карте, потому что знание географической номенклатуры, это прежде всего знание географии, и это, соответственно, успешность сдачи ЕГЭ по географии. Но помимо всего прочего, помимо двух карт, к ЕГЭ по географии прилагаются две таблицы, умение работать с которыми поможет выполнить задание 19-20 и задание 24-25. Здесь просто нужно внимательно читать задание и внимательно понимать, что требуется, находить нужную информацию в нужных столбцах данных таблиц. Но очень важно, и вот эта важность, ее подчеркивают все учителя, все председатели, все члены предметных комиссий, важно очень внимательно читать, что от вас требует задание. Сосредоточьтесь, но очень внимательно прочитать. И вот на примере задания номер три хочу показать, как важно внимательно читать задание. Задание звучит следующим образом. Затарт на отопление жилых и производственных помещений в холодное время года в значительной степени зависит от средних зимних температур. Ну, географическая вещь. Расположите перечисленные города в России в порядке повышения средней температуры января в них, начиная с города самой низкой температуры. И вот здесь и знание номенклатуры, где находятся города, перечисляются Псков, Красноярск и Екатеринбург, и знание географической закономерности о том, что январские изотермы, они имеют супермердиональное направление, то есть проходят с севера на юг, с севера на юг, и континентальность клиента, соответственно, и январская температура, она как раз увеличивает, двигаясь с запада на восток. Зная эту закономерность и зная номенклатуру, зная субъекта Российской Федерации, где находятся данные города, вполне логично выстраивается ответ на это задание. Расположите перечисленные города России в порядке повышения средней температуры января, начиная с города с самой низкой температуры. И понимая, что восточнее всех расположен город Красноярск, у нас пойдет Красноярск, цифра 2, далее Екатеринбург, и мы идем в город Псков. Или же на знание, опять же, географической номенклатуры и географических закономерностей, и внимательного чтения. Один из вариантов задания 3, который звучит так, что эффективность работы солнечных панелей, использованных для энергоснабжения жилых домов, оно зависит от продолжительности светового дня. Расположите перечисленные города в порядке увеличения продолжительности светового дня 1 мая, начиная с города с наименьшей продолжительности светового дня. зная о том, что у нас 1 мая, что за полярным кругом уже становилось такое явление, как полярный день, поэтому продолжительность светового дня будет увеличиваться к северу. И начиная с гордость наименьше продолжительности светового дня, начинаем с самого южного города, заканчиваем с самым северным. И вот эта последовательность, она у вас выстраивается, здесь тоже делать все очень хорошо. Зная, где находится город Омск, зная, где находится город Ханты-Мансиск, зная, где находится город Воркута, все это выстраивается, зная номенклатура и осмысленно внимательное чтение, как раз помогает ответить и на этот вопрос. Значит, еще раз внимательно читаем задание, внимательно разбираемся, что от нас требуется, вспоминаем, что мы учили по географии, какие существуют географические закономерности, и внимательно отвечаем на этот вопрос, внимательно записываем нужный ответ. Одно из заданий, в которых бывают неточности, в которых ошибаются на ЕГЭ, это задание номер 12. Задание проверяет знание географической терминологии. И в данном случае здесь просят у задания 12 выбрать все высказывания с информацией о миграциях населения и записать, соответственно, цифры, по которым они указаны. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что такое миграция, и внимательно читая каждый пункт, отбирать то, что касается миграции. Ну, давайте пойдем. Первый пункт. По прогнозу ООН в 2022 году снижение детской смертности продолжится и в ближайшие десятилетия. В середине века она составит 24 промилле. В целом по миру изменяется от 2 промилле в Европе до 42 промилле в Африке. Понятное дело, что здесь речи о миграциях нет, потому что миграция населения, перемещение населения, поэтому цифру 1 мы не пишем. Цифра 2. По данным Всемирного банка Молдавия, которая за год независимости превратилась в одну из беднейших стран Европы, в поисках работы покинула от 700 тысяч до 1 миллиона граждан. Покинула. Куда-то эти люди делись, они уехали искать работу, они эмигрировали. Цифра 2 как раз в данном случае к нам и говорит о том, что это миграция. Цифру мы записываем. Цифра 3. Число иностранцев с действующим разрешением на работу в России увеличилось к 2021 году до 54 тысяч человек. Ну, вроде бы как иностранцы, они вроде бы к нам приезжают, цифра 3 подходит. Но пока немножко сомневаемся. Далее. Четвертое. За два года пандемии средняя продолжительность жизни населения мира снизилась на 1,8 года, составив в 2021 году 71 год. Но к середине века обычно возможно превратить 77 лет. В данном случае здесь у продолжительности жизни, то есть не о миграциях. И пятая. За последний полвека число граждан, которые проводят направленную политику, число стран, которые проводят направленную политику на регулирование рождаемости, заметно увеличилось. Вот прочитав внимательно так каждое из вопросов, мы с вами понимаем, что правильными ответами информация в высказываниях о миграциях, это будет ответ номер 2 и ответ номер 3. Записали эти цифры и ответили на вопрос. И в данном случае и внимательное чтение, и географический кругозор нам как раз позволяет, и знание географии нам как раз позволяет ответить на этот вопрос. Еще один тип заданий, когда мы в текст вставляем те или иные пропущенные слова. И это одни из самых сложных заданий, потому что они проверяют знания по разным курсам географии. Особенно это касается региональной географии и физической, и социальной, экономической географии. Вот здесь одним из примеров является, вот, например, рельеф и полезность копаемой Центральной России. И здесь, конечно, нужно знать про рельеф и полезность копаемой Центральной России, но нужно иметь и знания по географии вообще для того, чтобы ответить на этот вопрос. Давайте попытаемся это сделать. Главная особенность рельефа Центральной России и его равнинность в основании территории находится. Вот нам нужно что-то ставить. Здесь мы вспоминаем, что равнинность территории определяется на расположении на платформе. На платформе вспоминаем, что для Центральной России, Восточно-Европейской равнины, это древняя платформа, которая так, в общем-то, и называется. Молодые платформы называются плитами. Поэтому в данном случае в основании территории находится древняя платформа. Ответьте. С породом осадочного чехла связаны месторождения. Здесь вспоминаем, платформа имеет двухъярусное строение, фундамент и осадочный чехол. Вот что приурочено к осадочному чехлу для Центральной России. Нам здесь выбор. Либо бурый уголь, либо природный газ. Но мы звали, зная социально-экономическую географию, мы знаем, что поделок Центральной России месторождений природного газа, разрабатанных месторождений, таких нет. Поэтому даже если мы и забыли про бурый уголь, методом исключения привозим к тому, что с породами осадочного чехла связаны месторождения как раз бурого угля, а дальше идет продолжение, добыча которой вылазь в подмосковном бассейне. Но в настоящее время практически прекращено. Все правильно, все верно. Дальше. На территории Центральной России в уникальном бассейне Курской магнитной аномалии добывают железные руды. Железнодородный бассейн находится на территории Курской, какой-то еще, и Орловской области. И вот дальше, зная, как расположены субъекты Российской Федерации, что рядом с Курской, Орловской областей, у нас выбор либо Смоленска, либо Белгородская. Зная расположение субъектов Российской Федерации, мы без труда определяем, что это Белгородская область, это еще один дон в пользу того, что нужно учить, номенклатуру нужно учить субъекты Российской Федерации. Вот как один из таких примеров, который помогает ответить на это не самое простое задание. Вообще, если мы говорим про географию, мы должны четко понимать, что география – это прежде всего географический кругозор, что не только уроки географии, а наше общение с миром, те книги, которые мы читаем, те социальные сети, в которых мы общаемся, те передачи, которые мы смотрим, те места, где мы путешествуем, то они формируют наш географический кругозор. И география, как наука, отвечает на три основных вопроса – что, где и почему. Если мы эту логику выстраиваем, то два самых сложных вопроса, мы на эти два самых сложных вопроса можем ответить. Ну, например, задание номер 17 – определить страну по краткому описанию. Словное задание. Эта страна находится в Евразии, уже хорошо, то есть сузились до одного материка. В пределах ее средней высоты не превышают 200 метров на Дубовом море. Мы знаем, что 200 метров – это низменность. То есть страна расположена, на ее территории расположена низменность. Уже хорошо. По численности населения она входит в первую десятку стран мира. Здесь мы начинаем вспоминать первую десятку стран мира, может быть, не совсем прям по иерархии, но тем не менее, что же входит. При этом 60% составляет сельское население. Помимо того, что это низменное государство, это государство не очень богато, это государство развивающее, потому что больше половины населения – это сельское население. Дальше подсказка. Большинство верующих исповедует ислам. И дальше вспоминаем географию религии, где на территории Евразии расположен ислам. И дальше нам еще есть подсказка. На мировой рынок страна поставляет продукцию текстильной швейной промышленности. Вот исходя из этого, из этой подсказки, мы понимаем, что и низменность, и сельское население, и продукции текстильной промышленности. Большинство верующих исповедует ислам. Мы с вами уходим на такое государство, как Бангладыч. Следующее, 18-е. Определите регион по его краткому описанию. Эта область расположена в центральной части Восточной Европейской равнины, преимущественно в лесной зоне, то есть уже сужаемся. Климат умеренно-консинентальный, умеренно-климатического пульса. Замечательно. Восточная Европейская равнина. Ведущая отрасль промышленности, многоотраслевое машиностроение. Здесь производятся автомобили, речные суда, оборудование различных отраслей хозяйства. И здесь уже понимаем, центральная Россия, замечательно, в умеренно-континентальном климате производят и автомобили, и речные суда. Еще раз, центральная Россия, автомобили, речные суда. Судя по всему, эта область расположена на берегах реки. Давайте смотреть. Областной центр расположен в месте слияния самой протяженной реки европейской части РФ. А мы помним, это Волга. И у крупнейшего правого притока, мы помним, что правый приток, и тут нам помогает знание опять номенклатуры, это АК. И область является городом-миллионником. И мы знаем города-миллионники, и понимаем, что речь идет о Нижегородской области. Речь идет о Нижегородской области. Вот так вот под ключом, используя географический кругозор, используя знания географической номенклатуры, мы отвечаем на два вот этих серьезных задания, в ЕГЭ задания 17 и задания 18. Знания номенклатуры нам также помогают при ответе на вопрос номер 6, где от нас просят расположить гостонаселенные регионы России, гостонаселенные регионы России, расположенные в районе с благоприятным природным условием, имеют развитую транспортную структуру, какие три из перечисленных регионов России имеют наибольшую среднюю плотность населения. Эти регионы нужно выбрать. Здесь нам помогает знание о основной полосе расселения. Если условно мы соединим Петрозаводской, Перль, все, что будет ниже, это как раз на европейской части России будет основная полоса расселения. Если уйдем за Урал, это еще будет и по южной границе России. И вот представляя вот эту картину, зная географическую карту, из предложенных субъектов Российской Федерации, какие три регионы мы с вами как раз эти регионы и будем выбирать. И как раз эти регионы. Это Брянская область, это Тульская область, это Курская область. Мурманская область не подходит. Помним линия Петрозаводск-Перм. Мурманская область у нас гораздо севернее. Республика Коми – это северо-восток европейской части России. Республика Бурятия расположена за Уралом. И плотность Республики Бурятия не такая и большая. То есть в данном случае нам здесь помогает знание информации в основной полосе расселения. Или восьмое, как один из вариантов восьмого задания. Расположите перечисленные страны в порядке возрастания. В них показатели естественного прироста населения. Начиная со страны с наименьшим значением этого показателя. Из курса десятого класса мы знаем, что чем лучше живет страна, чем богаче население, тем людей рождается, тем детей в этой стране меньше. Рождается меньше, не больше продолжительной жизни. Поэтому, если мы будем смотреть на перечисленные здесь государства и отвечать, начиная со страны, с наименьшим значением этого показателя, наименьшее значение будет самая высокоразвитая страна. Самая высокоразвитая страна. Это будет Швеция. Ну и, соответственно, идем под противного. Там, где живут хуже всего, беднее всего, это, как правило, африканские страны. Здесь Нигерия. Вот она у нас будет замыкать эту таблицу. И, соответственно, Мексика под середину. То есть ответ будет 3, 2, 1. Похожее задание – расположить перечисленные страны в порядке возрастания у них показателя. ИЧР – индекса человеческого развития, начиная со страны, с наименьшим значением этого показателя. Наименьшее значение ИЧР – индекс человеческого развития будет в наимене развитой стране. Сам индекс человеческого развития у нас включает много показателей, но основные показатели – это ожидаемая продолжительность жизни и ВВП на душу для среды. Вот, как правило, в развивающих странах и ожидаемая продолжительность жизни низкая ВВП на душу населения тоже небольшая. Поэтому, если мы посмотрим на эти государства, то в список у нас высветится самый низкий ЧР – люди в Анголе, самый высокий в Австралии. Между ними расположится такое государство, как Малайзия. Когда мы говорим про успешность задачи ЕГЭ, мы говорим и про географический кругозор, и внимательно осмысленное чтение, мы и про знание географической номенклатуры. И вот еще примеры заданий, задание номер 9, которые нам помогают в знании географической номенклатуры, знании географической карты ответить на эти вопросы. Задание номер 9. Регионы, богатые топноэнергетическими ресурсами, поставляемые на экспорт, выделяются более высокими уровнями жизни населения. В каких трех, здесь авторы подсказывают, из перечисленных регионов России, ведется добыча нефти? Ведется добыча нефти. И вот здесь мы начинаем смотреть, мы вспоминаем карту топноэнергетической промышленности, и здесь мы видим, где же ведется добыча нефти. Это, прежде всего, Ханты-Мансийский автономный округ, Западная Сибирь. Дальше Ивановская область к нам не подойдет, Центральная Россия. А вот Республика Татарстан, да, подойдет. Дальше у нас здесь выбор. Сахалинская область, Забайкальский край и Республика Карелия. Я в данном случае вспоминаю про Сахалинскую область, и он нам дает ответ. Очень похоже по экспортерам зерна. Здесь уже нужно знать лидеров по экспортерам зерна. Итак, резюмируя. Для того, чтобы сдать ЕГЭ по географии, нужно быть мотивированным на этот предмет, нужно внимательно читать задания, нужно иметь определенный географический кругозор, который как раз и формируется при изучении географии и знакомстве нас с этим миром. Нужно знать географическую манклатуру, знать некоторые подходы и геохитрости, и самое главное, иметь хороший психологический настрой на то, что вы сдадите экзамен, вы не будете особо волноваться, ну и некое такое везение. И в завершение хотелось бы традиционно пожелать вам всем успешной сдачи ЕГЭ, чтобы на географии вам способствовала, на сдаче экзамена вам способствовала мудрость Иратосфена, везение Христофора Колумба, и удача, удача и целеустремленность русских землепроходцев.